Футбол Футбол До марта 2011 года у Рика Бедаля была просто идеальная карьера. Он выиграл три подряд чемпионата Франции с Леоном, после чего перешел в Барселону, где в качестве основного игрока уже во втором своем сезоне помог эталонцам оформить чемпионский трэбл. У Абедаля было все и все для него складывалось удачно, а потом ему диагностировали опухоль в печени. Во время самого обычного медовследования врачи Барселоны обнаружили у футболиста злокачественное образование. Как тогда казалось, Рику повезло, что болезнь обнаружили в начальной стадии и лечение было начато своевременно. Поэтому через два с лишним месяца игрок вернулся в основную обойму команды и сыграл с первых до последних минут триумфальный для Барселоны финал Лиги чемпионов против МЮ. А капитан команды Карлес Фуюль символично передал Абедалю право поднять первым почетный трофей. Но все же химиотерапия не помогала и через годы Рику срочно понадобилась пересадка печени. Его партнер по команде Дани Алвеш проявил желание помочь своему другу и решил дать ему часть своей печени. Но Абедаль отказался, потому что эта операция могла закончить карьеру Алвеша так же, как полагал Рик, уже закончилось его. Донором для футболиста стал его двоюродный брат Шерар, который отдал ему половину своей печени и тем самым спас жизнь брату. Годом позже Абедаль сделал невероятное и триумфально вернулся в большой футбол, после чего сыграл еще полтора года в составах Монако и Олимпиакоса. Аргентинский полузащитник Хонас Бутерас никогда не числился в списках лучших игроков. Тем не менее, в Нью-Касле он был настоящим любимчиком болельщика, в первую очередь за свой неуступчивый характер и преданность клубу. Именно это умение бороться до последнего и помогло Гутерасу спасти не только карьеру, но и свою жизнь. Все началось с обычного игрового столкновения. В последнем матче сезона 2012-2013 аргентинец столкнулся с Бакари Санья и почувствовал неприятные ощущения в паху. Обследовав Хонаса, клубные врачи ничего серьезного не выявили, однако боль все равно не утихала. Тогда Хонас прошел более тщательное обследование в клинике, по результатам которого ему поставили неутешительный диагноз – рак яичка. Борьба с болезнью отнимала Гутераса много физических сил, аргентинец уже не мог играть так, как раньше, и вскоре потерял место в основе. Тем не менее, он не хотел никому рассказывать о своих проблемах и тщательно скрывал свою болезнь. Хонас самостоятельно оплачивал свое лечение, проходил курс химиотерапии и продолжал тренироваться с Нью-Каслом. А в это время в клубе, учитывая то, что Гутерас перестал играть с таким же усердием, как и раньше, решили отдать его в аренду Норвичу. Когда Хонас по истечению срока аренды вернулся к Сорокам, ему пришлось пройти еще одно медобследование, которое показало, что болезнь, с которой он так отчаянно боролся, не прошла и даже более того, начала распространяться на другие части тела. Только после этого Гутерас решил объявить о своем страшном диагнозе, после чего улетел в Аргентину на еще одну операцию. Наконец, 3 ноября 2014 года Хонас Гутерас через свой твиттер сообщил, что окончательно победил рак и получил выписку из больницы. А уже в мае 2015-го аргентинец в решающем матче сезона спас Нью-Касл от вылета в чемпионшип. К сожалению, руководство клуба не оценило этот поступок Гутераса и спустя месяц разорвало с ним контракт. История жизни Антонио Касана История жизни Антонио Касана – это история о подающем надежды футболисте, карьера которого, к сожалению, пошла по самому неправильному пути. За 16 лет в большом футболе итальянец сыграл за 7 разных клубов, и в каждом из них его преследовали ссоры и скандалы. Антонио делал глупые поступки и, как правило, всегда во вред самому себе. Поэтому, несмотря на то, какие дороги он выбирал и за какие клубы играл, заканчивалось все одним и тем же. Ему всегда указывали на дверь. К сожалению, ко всем карьерным проблемам Касана добавились и проблемы со здоровьем. Во время своего единственного сезона в Милане врачи диагностировали Антонио острое церебральное повреждение. Футболисту срочно сделали операцию на мозге, которая прошла успешно, и Касана быстро вернулся в строй. Однако, спустя некоторое время после матча с Румой, форвард Милана, находясь на борту самолета, почувствовал себя плохо и потерял сознание. После приземления Антонио буквально с трапа забрали в больницу, где врачи диагностировали у игрока серьезные проблемы с сердцем. Предварительный диагноз «инсульт» к счастью не подтвердился, однако в главном госпитале Милана врачи обнаружили открытое овальное окно перегородки сердца, которое требовало хирургического вмешательства. Через неделю у Касана была сделана операция на сердце и озвучены сроки примерного восстановления – 6 месяцев. Уже через несколько недель Антонио приступил к реабилитации и вернулся на поле на один месяц раньше, чем это прогнозировали врачи. Проблемы с мозгом и операцией на сердце закончили бы карьеру большинства футболистов, но только не Антонио. Вопреки всем прогнозам и снова во вред самому себе, Касана упорно тренировался, успел набрать форму и даже поехал со сборной Италии на серебряный для нее чемпионат Европы 2012 года. Тиаго Силва всемирно признан одним из лучших центральных защитников современности. За свою выдающуюся игру он довольно часто удостаивается в сравнении с великими – Францем Беккенбауром и Франко Борези. Уже в 20-летнем возрасте Тиаго после дебюта за Жуентуде привлек внимание Порту, который не стал медлить с трансфером подающего надежды футболиста. Но молодой Тиаго тогда еще не был готов к борьбе за место в основной команде и спустя полгода был отправлен в аренду в московское Динамо. Именно во время пребывания в Москве в 2005 году врачи обнаружили у него открытую форму туберкулеза. Глубокое обследование в одной из клиник определило, что игрок был болен порядка 8 месяцев и заразился этой страшной болезнью еще до перехода в Динамо. Состояние бразильца очень быстро ухудшалось и вскоре перешло от тяжелого к критическому. По словам врачей, еще бы какие-то две недели промедления с лечением, исход для Тиаго мог бы оказаться фатальным. К счастью, Силва своевременно прошел полугодовой курс лечения в больнице и врачи помогли ему полностью восстановиться. Тем не менее, они настоятельно советовали Тиаго закончить с футболом. Но, как мы уже знаем, к совету врачей Силва не прислушался и уже через год стал одним из лидеров Флуминенца. Спустя еще два года футболист получил предложение от Милана, а потом и от ПСЖ, в составах которых трижды становился лучшим бразильцем, выступающим в Европе. Алан Стаб в свое время провел блестящую карьеру футболиста в Европе.